Здравствуйте! В эфире «Факты и афиша». Ближайшие пять минут расскажу об интересных культурных событиях края. Мощнейшая энергетика, эмоции, драйв. В Краевую столицу в августе приедет симфоническое рок-шоу «Рокестерлайв». На одной сцене встретятся классика рока 60-х, 80-х и современность. Московские музыканты сыграют хиты в «Металлике», «Айси Диси», «Куин» и других легендарных групп в классической обработке. «Рокестерлайв» дебютировали в 2015 году. Сейчас в их репертуаре более 200 каверов на хиты мирового рока. Скрипки, альты, виолончели, а также вся деревянная и медная рать буквально выжгут под собой сцену. Это нужно видеть и слышать. Фарс, трагедия, лирика и юмор. В Краснодарской филармонии имени Пономаренко пройдет антрепризный спектакль по пьесе Жанна Поля Сартра «За закрытой дверью». В главных ролях народные артисты России Андрей Соколов и Ирина Алферова. Три незнакомых человека становятся друг для друга смыслом и проклятию, целью и помехой. Не пропустите встречу с любимыми артистами. Бабочка-вампир, палочники, скорпионы, священный скоробей. В Краснодарском историко-археологическом музее заповедники имени Фелицина открылась выставка «Удивительный мир планеты и Земля». Основу экспозиции составили более 500 насекомых со всех континентов. Коллекция находилась уже 10 лет в фондах музея, но впервые она показана в таком объеме. Уникальные палеонтологические образцы, застывшие в камне раковины головоногих моллюсков различных форм и размеров. Постарались и художники музея. Они дизайнерски обыграли залы, и посетители с первых минут погружаются в удивительный мир планеты и Земля. Выставка будет интересна и детям, и взрослым. Этот проект стирает грани привычного юмора. Секрет его в том, что у артистов нет сценария. Абсолютная импровизация от начала и до конца. Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко приедут в Краевую столицу. Шоу, которое так и называется «Импровизация». Причем зрители станут полноценными участниками действия. Они смогут предлагать всем артистам, а некоторые даже поднимутся на сцену и станут участниками импровизации. Музыка на высоте в прямом смысле. В начале августа в Сочи пройдет музыкальный фестиваль «Лайфест». Сцена для главного концерта построена на высоте 1600 метров над уровнем моря. 11 августа в городе Сочи на фестивале «Лайфест Саммер» Хедлайнер фестиваля «Дельфин» в Красной Поляне он представит свой новый альбом «442». На сцену также поднимутся коллективы «Термейтс» во главе с Антоном Беляевым «Помпея» заявленное выступление «Земфиры». Не пропустите музыкальное шоу в окружении горных вершин и незабываемых видов Кавказского хребта. А теперь расскажу о киноновинках. В прокат выходит третья часть мультфильма «Монстры на каникулах 3. Море зовет». Устав от хлопот, связанных с управлением отеля Трансильвания, граф Дракулу со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном корабле. Но стоит вампиру подняться на борт, как он ввязывается в курортный роман. Главный герой без памяти влюбляется в капитана Лайнера, таинственную Эрику. Отдых под угрозой, а вместе с ним и все существование монстров, ведь Эрика – внучка Ван Хельсинга, легендарного охотника на чудовищ. «Эй, на палубе! Я капитан Эрика!» «А вы должны быть единственной неповторимой Дракулой». Мужчины с акцентом всегда кажутся такими умными. Следующая картина – боевик, триллер и драма одновременно. Фильм «Небоскреб» расскажет о нелегкой судьбе бывшего агента ФБР Уилла Форда. Сейчас он – любящий муж, отец двух маленьких детей. Их дом – мечта любого. В распоряжении целый этаж самого высокотехнологичного небоскреба мира. Семейную дилию рушит огненная катастрофа. Небоскреб захвачен пламя, и сотни этажей разделяют главного героя и его семью. Чтобы спасти их, Уилл должен узнать, что ищут террористы в этом здании. «В чем дело? 96-й этаж горит». «С нами все будет хорошо». «Я обещаю». «Не смей ее трогать, Дима!» «Папа!» «Ответь, как сильно ты любишь свою семью?» На этом у меня все. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова